Это седьмая Категория времени уже не существует для моего сознания. И вследствие этого все перегородки, которые делают из жизни дворец в тысячу комнат, падают для меня. И я не выхожу из первобытного одноклеточного состояния. Я знаю себя только в состоянии монады. И чувствую, что мои способности вновь возвращаются в ту субстанцию, которую они индивидуализировали. Все выгоды животности таким образом откинуты. Уничтожено та же все то, что дало изучение и культура. Птица вернулась в яйцо, организм в зародыш. Это психологическое явление есть предварение смерти. Оно изображает жизнь загробную, возвращение к тому, из чего я вышел. Или скорее украшение личности, которое, откинув все случайности, существует уже только в состоянии нераздельности. В состоянии точки, в состоянии потенции, в состоянии нуля, но нуля плодотворного. Это ничто, есть все. Что такое желудь, как недуб, лишенный своих ветвей, листьев, ствола, корней, то есть всех своих приспособлений, всех форм, всех особенностей, но который сосредоточен в своей сущности, в своей производительной силе, которая вновь может завоевать все, что она отбросила. Это обеднение, стало быть, есть только внешнее сокращение. Возвратиться к своей вечности. Это-то и значит умереть, но не уничтожиться. Это значит возвратиться к своей потенциальности. Смотри книгу из дневника Амиеля. Перевод с французского под редакцией графа Льва Толстого. Телесная смерть В чем состоит телесная смерть? Составляет ли она для человека необходимый закон? Откуда и как она произошла? И какое значение имеет для человечества? Смерть телесная есть распадение союза между духом и телом, или отделение души от тела, возвращение последнего в землю, из которой взято. При создании человека Бог для образования тела его берет перцы земли, мертвое вещество, подлежащее закону разрушения и изменения, как и все вещественное. Но это мертвое вещество одухотворяется жизненным началом, душою, который Бог создал духовною и живою, разумно и свободною, которая с телом составила один живой организм человека. Теперь, если душа, это жизненное начало в организме человека, оставляет его, то человек умирает. Тело без души мертво. В Священном Писании смерть представляется под разными образами, которые находятся в соотношении с нравственным состоянием умирающего. В то время как для нераскаившегося нечестивца смерть представляется царством ужаса, таинственными и мрачными вратами, которые ведут его к праведному судьи, для услышания приговора его участи, для праведника, умершего с раскаянием и надеждой на милосердие Божие, смерть представляется как переход из разрушенной хижины в дом нерукотворенный, вечный, который на небесах, как оставление разрушенной телесной храмины, отшествия из дешней жизни и радостный переход в будущую жизнь, как преобразование перстного и смертного сего тела в небесное, нетленное и бессмертное, как враг Христа, который истребится Христом. Из этих мест видно, что телесная смерть есть страшная для грешных и радостная для праведных прекращение земной жизни. Вслед за этой жизнью для души следует другая, высшая, вечная, которая будет блаженством для одних, мучением для других, что смерть будет некогда истреблена. Таким образом, смерть представляется явлением временным и ненормальным. Здесь возникает другой вопрос. Откуда смерть, если она есть явление временное и ненормальное, которое со временем должна исчезнуть? Смерть не есть установленный от Бога закон для человека. Смерть, как бы мы ни рассматривали ее, есть зло. А зла Бог не сотворил. Напротив, все сотворенное Богом найдено им прекрасным. И увидел Бог все, что сотворил. И вот все весьма хорошо. Уже самый способ создания человека, природа которого духовная и физическая, образует одно существо, человеческое, показывает, что смерть, как расторжение двух природ его, не входила первоначально в планы Божии. По творческому плану Бога сущность человеческого существа должна состоять не из одного духа и не из одного тела, но из того и другого вместе, в неразрывном союзе и согласии. И создал Бог человека из перстей земной, вдунул в лицо его дыхание и жизни. И священное Писание ясно показывает, что человек даже и по телу создан для жизни бессмертной, когда говорит о древе жизни посреди рая, вкушая от плодов которого, человек и телом был бы безболезнен и бессмертен навсегда. Несомненно, что плоды древа жизни производили таинственным образом на физическую природу человека самое благотворное действие, предохраняя ее от болезней и процесса разложения или смерти. Далее. Телесная смерть человека не согласна с откровенной идеей о Боге, как источники жизни и света. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Затем из первой заповеди, данной нашим прародителям, в раю видно, что смерть не есть неизбежный закон для человека. Если бы она была законом, то его нельзя было бы избежать. Между тем, сам Бог давал заповедь нашим прародителям о невкушении от древа познания добра и зла под угрозой смерти, тем самым показывает, что люди могут избежать смерти, если они будут исполнять данную им заповедь. Так всегда понимала эту заповедь и православная церковь. Так, например, в 123 правиле Карфагенского собора, 418 год, которого постановление имеет силу наряду с постановлениями Вселенских соборов, сказано «Признанно всеми епископами карфагенские церкви, представившими на Святой Собор, представшими, яко Адам несмертным от Бога сотворен, аси же, кто речет, яко Адам первосозданный человек сотворен смертным, так что хотя бы он согрешил, хотя бы не согрешил, умер бы телом, то есть вышел бы из тела, не в наказание за грех, но по необходимости естества, да будет анафема». Подобную же мысль выражает блаженный Августин, когда говорит «Между христианами, содержащими истинно кафолическую веру, признается несомненным, что самая даже смерть телесная постигла нас не по закону природы, потому что Бог не сотворил для человека смерти, но вследствие греха». Наконец, та истина, что смерть не есть естественное явление, подтверждается, кроме того, и фактами из истории жизни человеческой. Она показывает, что смерть для всех людей, за исключением немногих новозаветных праведников, представляется чем-то ужасным, чем-то таким, что противоречит всей нашей духовной и физической организации. В продолжении всех веков из уст людей слышатся жалобы, что нет на земле никого несчастнее человека, который, несмотря на свою сильную жажду жизни, должен, однако, умирать. Величайшие ветхозаветные праведники страшатся одного представления смерти. Псалом 88. Далее. Смерть противна совести, потому что совесть требует беспредельного совершенствования, непостижимого в этом мире, воли, которая хочет жизни и деятельности, тела и духу, сердцу, которое способно к вечной привязанности к предметам любви, разлука с которыми невыразимо терзает его, разуму, для которого смерть представляется величайшей загадкою, делающей невозможным понять и признать соотношение между нашей природой и ее назначением. Таким образом, еще раз повторим, что смерть не могла входить в творческие планы Бога при создании человека. По воле всемогущего и премудрого Бога все телесные организации человека, вся, если бы он остался святым, могла бы все более и более утончаться, просветляться и усовершенствоваться и, наконец, дойти до такого духовного тела, которое явилось у Иисуса Христа по Его воскресенье, тело которого не нуждалось ни в пище, ни в питье, и не было в тесной зависимости от пространства и времени. Подобные примеры можно находить еще в Вознесениях Еноха и Ильи. Наконец, новозаветнее учение о воскресении мертвых и изменении живущих перед страшным судом очевидно приводит к истине, что смерть не необходима. Поэтому мнение тех, которые утверждают, что смерть из действия жизненного процесса, неизбежный закон человеческой природы, ввиду сказанного, не выдерживает никакой критики. Мнение древних пелагиан и новейших рационалистов. Так, например, рационалисты, опираясь на исследования строения земли геологов, которые в различных напластованиях предшествовавших человеку формации находят бесчисленные останки погребенных в них живых тварей, утверждают, что смерть существовала в мире прежде грехопадения людей, что геологические исследования уничтожили понятие о смерти, как о наказании за грех. Что можно сказать против этого? Прежде всего то, что все выводы геологов о строении земли, о продолжительности и последовательности периодов в образовании ее нужно принимать не как безусловную истину, а как гипотезу, более или менее вероятную. История всех наук, кроме математических, показывает, что то, что в одно время считалось занепреложно истинное, в другое время другими учеными при новых более точных и верных исследованиях отвергалось как ложное, но затем против указанного вывода, который делают рационалисты из исследований геологов относительно смерти, как законы природы, а не как наказание за грехи, должно сказать то, что все подобные открытия геологии никоим образом не подрывают той библейской истины, что смерть есть наказание за грехи. Это потому, что смерть есть наказание за грех только человека, а не всех живых существ, населяющих землю. Только человек есть разумно-нравственное существо, который из-за своего преступления мог быть так или иначе наказан, например, смертью. Далее, только одному человеку была предложена заповедь с угрозой подвергнуться смерти за нарушение ее. Только тело человека было принято в теснейший союз с духом человеческим, созданным по образу Божию, ограждавшему самое тело от ления. Наконец, только один человек получил в плодах древо жизни, средство против болезни и смерти тела. Относительно животного царства ничто подобное не имеет места и нигде в откровенном учении не говорится, что и животные, предназначенные к бесконечной жизни по телу. Подвергаясь закону видоизменения через разложение или разрушение составных частей и сосчитание в новые соединения, животные должны были умирать или подвергаться всеобщему закону вещественного мира. Правда, эта смерть животных до грехопадения Адама и Евы и проклятия Земли не могла представлять собой ничего ужасного. На Земле, не пораженной проклятием, твари, теряя отдельное бытие, возвращались бы в общую жизнь природы, или из одних форм бытия переходили бы в другие, путем совершенно безболезненным, не таким, каков настоящий страшный и зловонный путь тления и разложения тел, но путем сообразным с первобытной красотой и гармонией природы, подобно тому, как, например, и ныне, земляной червь преобразуется в крылатую бабочку или ладан, брошен на огонь, возвращается в общую жизнь природы в благоуханиях. Если таким образом смерть не есть неизбежный закон людей, то спрашивается, откуда и как она произошла. Слово Божие, к которому мы теперь, как и всегда, должны прежде всего обратиться, показывает нам, что смерть есть естественное наказание за грех наших прародителей, наказание, сначала постигшее их самих, а затем и все происшедшее от них человечество. Мы сказали, что смерть есть наказание, и притом естественное, то есть такое, которое само собой вытекало из совершенного первыми людьми греха, как его прямое следствие, и сопровождалось неизбежным лишением их средств для бессмертия и по телу, то есть возможности вкушения от плодов древа жизни. Что она является для человека наказанием за грех, это ясно видно из угрозы за нарушение заповеди. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Сюда же относится и распоряжение Божие об изгнании Адама из рая и об удалении его от древа жизни, плоды которого сообщали ему бессмертие по телу. И апостол Павел учит, возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Но смерть, как мы сказали, есть наказание естественное, которое само собой вытекало из природы греха падшего человека, а не было искусственно установлено Богом. Если педагог дает своему воспитаннику наставление не вкушать незрелых плодов под опасением болезни, то очевидно, что не он устанавливает болезнь наказанием за ослушание со стороны воспитанника, но эта болезнь есть естественное следствие, вытекшее из устройства его организма и только опытным наставникам предусмотренное и предупрежденное. Таков характер естественного наказания. И сказанного ясно, что не Бог – причина смерти, а грех человека произвел смерть. Или смерть произошла вследствие злоупотребления свободой человека, которую неизменяемый Бог не мог отнять, раз давший ее человеку. Бог только установил строгое соответствие между грехом и смертью, которое только в том случае должно было обнаружиться, когда грех был бы совершен. В противном случае эта связь греха со смертью для людей, если бы они до сих пор оставались святыми, не была бы по всей вероятности известна, как и многое другое, что находится в планах Божьих. Но всматриваясь в это соответствие греха и смерти, мы не можем не поражаться глубиной премудрости и благости Божией, установившей в смерти, как естественное наказание за грехи, могущественное средство, при помощи которого человечество делалось способным к принятию спасения и могло снова возродиться к жизни. Смерть есть дело величайшей премудрости Божией, ибо что другое, кроме смерти, может уничтожить греховную деятельность человека, состоящего из души и тела. Только разобщение тела от души, то есть смерть, может лишить человека того органа, при помощи которого главным образом грешил человек, того телесного состава, который и сам, проникнутый грехом во всех частях, в плоти и крови, предрасполагал человека ко греху. Самое возникновение в душе первых людей греховного желания произошло не без посредства тех органов тела, при помощи которых человек вступил в непосредственное отношение к миру, зрение, похоть отчез, и плоти, вообще похоть плоти. Лишение телесного состава, что происходит в смерти и через смерть, избавляет человека от множества греховных движений, пороков и страстей. Дух человека, оторвавшийся от телесной оболочки, лишается своего важнейшего греховного орудия. В телесной смерти человека полное существо, жизнь и деятельность которого состоит из души и тела, заключено премудростью Божией и великое преимущество человека перед бесплотными духами на случай грехопадения его. Первый грешит на земле по преимуществу телом, по крайней мере и для духовных страстей человека, материалы доставляются от мира и плоти. С прекращением жизни в теле прекращаются греховные стремления и возникновение новых грехов. Вторые – бесплотные духи, из которых некоторая часть по своем грехопадении сделалась злыми духами, будучи по своему существу одной духовной природы, которая умирать не может, грешат духовными грехами, которые продолжаются вечно и способны к бесконечному развитию. Вот почему грех дьявола, возникший раз и не подавленный им, развивался постепенно и достиг такой страшной степени зла, при которой сделалось невозможным обращение к Богу. Кроме того, грех человека, будь он даже чисто духовного происхождения, например, зависть, гордость и тому подобное, болезненными переменами в теле, которые являются как следствие его и, наконец, смертью, ослабляются и не доходят до сатанинской степени зла. Грех же дьявола, не встречая преград, ни в болезни, ни в смерти, развиваются до бесконечности. Для первого возможно спасение, для второго нет. Смерть есть величайшее дело милосердия и любви Божией к роду человеческому. В самом деле, что стало бы с человеком, если бы он, не получив заслуженного им наказания после нарушения заповедей Божией, оставался навсегда жить? Не повлияла бы на него самым гибельным образом надежда на безнаказанность? Нет сомнения, что он стал бы все смелее и смелее совершать грехи и, наконец, дошел бы до такой нравственной порчи, до такого восстания и ожесточения против Бога, до которого не спал никогда светлый, высокий, бесплотный дух, сделавшись потом сатаною. Но получив в свой удел болезни и смерть, как наказание за грех, человек смирился перед Богом и признал над собою карающую десницу всемогущего Творца. Вместе с тем, при краткой, хотя и греховной жизни, он не мог дойти до такого нравственного падения, которое сделало бы для него невозможным принять и усвоить ту спасительную помощь, которая ему некогда будет подана премудрым и всех благим Богом. Таким образом, смерть, как естественное наказание за грехи, тесно связана с планами Божьими о спасении людей. Ее вступление в историческую жизнь рода человеческого, происшедшее не по воле Всеблагого Бога и не составлявшее для людей естественного закона, сделалось в руках премудрого промысла после грехопадения человека самым сильным средством как к уменьшению количества грехов, так и самым могущественным препятствием к бесконечному их развитию. Сноска Смерть только метаморфоза Примечание составителя Помещаемая статья госпожи Собуровой, отличаясь необыкновенной живостью изложения и верная в главных чертах основным пунктом христианского учения о смерти и загробном мире, в частности, заключает некоторые крайности спиритуалистического учения, с которыми невозможно согласиться. Таково учение об астральном теле души, получаемом тотчас по смерти души, вместо прославленного тела после всеобщего воскресения. Таковы выражения «экс-человек» вместо «дух усопшего», «духи-миссионеры» вместо «ангела-хранителя» и прочее. Необходимо иметь это в виду при чтении настоящей статьи. Кто здесь страдал, боролся, как друга смерть ждет. Она ему свободы, святую весть несет. Все мы со страхом относимся к смерти, что доказывается и обычным восклицанием, невольно вырывающимся у нас при известии от чьей-либо кончины. Ах, бедный, он умер! Говорим мы, внутренне радуясь от сознания, что мы еще живы. А тот несчастный перестал жить. От умирающего скрывает, что час его настал. Близкий тщательно оберегает его покой, неосторожным словом боясь намекнуть на предстоящий его переход туда. Высшее наказание, налагаемое на преступника, отнятие у него жизни. Посмотрим, насколько мы правильно относимся к тому, что обойти не во власти нашей. Посмотрим, не сами ли мы, кто от страха вдумываться в этот ужасный вопрос, кто по легкомыслию добровольно отворачиваемся от просветов, время от времени пропускающих, хотя и слабые, а все же лучи, сквозь густую завесу, отделяющие от глаз наших следующую стадию нашего бытия, то есть от лучшего мира, о близости к нам, которого большинство из нас и знать ничего не желает. В самом деле, нельзя не удивляться беспечности, с какой почти все мы относимся к самому важному вопросу – жить или не жить после смерти. только тогда, когда удар судьбы отнимает от нас дорогое нам существо, в тоске своей по нем мы впервые начинаем задавать себе вопросы – где теперь он или она? И в самом деле, существует ли нечто за пределами гроба? «Быть может, все кончено, и никогда, по всей вероятности, мы не увидимся, но, впрочем, кто знает, быть может, и не все со смертью кончается. А если не все здесь на земле кончается, если душа переживает тело свое, то каким путем убедиться в бессмертии, а главное в том, что дорогое существо, продолжая жить, помнит нас и там». И вот начинается искание. И открывается истина тем, кто сам идет ей навстречу, зорко вглядываясь в лучи света, которых вовсе не так мало, и не столь они редки, как мы полагаем. Пусть искренние искатели только постараются прислушиваться, присматриваться к намекам, служащим доказательством тесной связи того мира с нашим. Чем зорче мы будем присматриваться, тем пристальнее станем прислушиваться к этим намекам, тем скорее удастся нам убедиться в великой истине того, что Земля служит только первой ступенью к индивидуализации нашего вечного Я. В поисках заистиной прежде всего следует понять, что мы напрасно привыкли относиться слишком метафизически к сути, оживляющей наш бренный организм. Суть – это вполне реальное существо, одаренное формой и волей, но принадлежа по своей крайней эфирной вещественности к предметам настолько тонким, что они не могут быть уловимы нашими земными пятью ограниченными чувствами. Она ускользает от нашего зрения, как и многое другое, чего мы не видим и не слышим, и что тем не менее существует в экономии природы. Здесь речь идет о бесплотной душе и астральной эфирной оболочке ее, о чем мы оговорились в примечании к началу этой статьи. Суть – это самостоятельно и более полной жизнью живет после отпадения с нее грубо материального тела, стеснявшего ее волю и ее движения. Выделившись из бренной оболочки, приспособленной только влочить свою жизнь, ползая по земле, суть оказывается живущей в иной степени бытия, во всех отношениях более полной, более интенсивной, нежели земное ее существование. Проникнувшись тем, что суть – реальное существо, имеющее образ и одаренное волей, мы не будем так скептически улыбаться, если нам удастся видеть ее проявление в тех случаях, когда она найдет нужным и возможным так или иначе доказать нам свою близость и тем дать полную уверенность в своем загробном существовании, в чем главным образом и состоит цель экс-человека, то есть умерших людей, когда они видимы или освязательно проявляют нам себя. Во все времена экс-человеки являлись в человеческой форме. По их уверению, они могут стать нам иногда видимыми, употребляя на то правила своих законов, нам земных, неизвестных. Хотя экс-человеки находятся с нами в постоянном общении, мы, однако, ничего о их близости не подозреваем, пока не наступит час видимого доказательства тесной связи их с землею, по разным причинам продолжающие их притягивать. Ссылка. При увеличении, ибо только по особому изволению Божьей бывают редкие случаи явлений умерших. Протоиерей Григорий Диченко. Одни по своей материальности еще тяготеют к грубым ее радостям и не могут подняться до более высоких, более духовных радостей, пока им еще недоступных. Других около нас держит их привязанность к нам. Лучшие из них, то есть те, кто там, уже достиг известного духовного совершенствования, получает миссию к близким своим, пока еще живущим на земле. Приведу примеры, наглядно объясняющие дивную метаморфозу, которую принято называть смертью. Эх, человеки, а также и самнамбулы говорят о тройственности нашего существа, видимое земное тело, внутренний эфирно-вещественный организм, дух, божественная бессмертная искра, вечное начало, оживляющее все существо. С отпадением грубоматериального видимого нам тела, внутренний эфирный облик его остается, говорят они, связанным с духом, образуя по-прежнему его отличительную характеристичность, составляя его индивидуальность, обособляя его «я», наделенные особым внутренним зрением, люди, которых принято называть медиумичными или чуткими к сверхчувственному, иногда, видя больше, нежели большинство из нас, наглядно убеждаются в превращении, происходящем в существе человека в момент смерти, когда внутренний и духовный организм выделяется из умирающего, отжившего свой век, тело, ссылка. Нам всем это зрение присуще, но в большинстве оно находится в скрытом состоянии, то есть не проявляет себя при соматериальном земном состоянии человека. Известный ясновидец Дэвис обладает способностью самопроизвольно впадать в транс, сомномбулический сон. В момент давно им ожидаемой смерти старушки, близко знакомые ему, погрузив себя в трансовое состояние, при котором человек получает возможность видеть очами неземными, он мог наблюдать за выделением из умирающего тела парообразного вещества, вскоре сложившегося в образ, молодой и прелестный, хотя во всем схожий с чертами лица умирающей старушки. Этот новый облик полной жизни, постепенно выделившись из бренного тела, еще держался за него тонкой световой струей. С последним вздохом прервалась и эта последняя связь неземного с земным. К рассказу об этом дивном видении своем Дэвис прилагает рисунок. Из семени умирающей выделился молодой облик, ноги которого как бы еще не вполне образовались, и сливаются струей чего-то, что еще соединено с головой земного организма. Издатель Бордерланда Стэд печатает в своем журнале несколько случаев наглядного доказательства выделения сути в момент отпадения от нее земной ее скорлупы. Вот один из таких случаев. Это было письменно сообщено мне одной моей знакомой писательности, до той поры не имевшей никаких религиозных убеждений. Сидя возле кроватки умирающего, нежно любимого ею младенца, ее племянница, она мысленно говорила себе, если в самом деле в человеке есть душа, если действительно существует будущее, да будет дано мне увидеть, как жизнь уходит из этого маленького, дорогого мне существа. Ребенок вздрогнул всем телом, последний вздох вырвался из его груди, он был мертв. Но в эту самую минуту, пораженная удивлением, тетка его увидела, что сероватое туманное облачко выделилось из головы младенца, и постепенно приняв форму и черты умершего ребенка, этот более нежный, более эфирный его облик, плавно поднявшись к потолку, исчез из вида. Ссылка. Иконы православной церкви и успения Божьей Матери, где душа Богоматери изображена в виде младенца на руках спасителя, в известной степени и только в известной делают это предположение до некоторой степени правдоподобной. Григорий Дьяченко. Письмо свое она закончила так. Поверите вы или не поверите моему рассказу, мне это будет совершенно безразлично, так как теперь я знаю, что у нас есть душа, я ее видела. Мистер Сетт продолжает. А вот еще такой же случай. О нем несколько лет тому назад на митинге сообщила женщина-врач. Я знаю, что принято говорить. Я верю в продолжение существования за гробом. Что касается меня, то я видела душу, отделившуюся в минуту смерти от своего тела. Заметим, что некоторые святые, например, Антоний Великий и другие, удоставились видеть в чувственном образе душу умирающих. Эти слова были встречены сомнениями, но она спокойно и уверенно продолжала. Не так давно в мое лечебное заведение привезен был совершенно мне незнакомый человек, недуг которого настолько уже подточил его организм, что я сразу решила, что нет ни малейшей возможности излечить его. Протянув еще день-другой, больной угасал на моих глазах, пока я стояла возле его кровати, погруженная в тяжелые думы, единственное только о том, что я не в силах ничем помочь несчастному. Когда все кончилось и последний вздох вылетел из груди умершего, я еще простоял несколько минут у его койки, размышляя о том, что следовало бы уведомить его родных о его кончине. Субтитры создавал DimaTorzok